Делегация с подарками на станции скорой медпомощи Уссурийска. Работникам неотложки привезли комплекты термобелья. Коробки вручает глава округа Евгений Корж. Акция это совместная с партией «Единая Россия» и с момента начала пандемии стала уже доброй традицией. Мы всегда говорим нашим медикам, чем помочь, чем мы можем помочь. Понятно, что помогает государство, помогает все, помогает край. И мы, как жители города Уссурийска, как администрация, как «Единая Россия», как предприниматели города спрашиваем медиков, чем вам нужно помочь. Один раз сказали, в поликлиниках врачам понадобились теплые куртки, чтобы ходить на приемы к жителям, кто болеет, там было торно. Мы также вместе с предпринимателями «Единой России» купили около 100 курток хороших, теплых, каждому по размеру подобрали. Сегодня в коробках другая одежда. Очень актуальный элемент гардероба для сотрудников скорой медицинской помощи. Ведь сейчас бригады работают в условиях повышенной готовности. Ежедневно на линии 14 команд. Шесть из них – инфекционные группы. Те, кто напрямую общаются с потенциально опасными пациентами. На улице. Сейчас зима, холодно, поэтому новое термобелье поможет нам оставаться в строю и оказывать своевременную помощь людям. Часто мы не заезжаем на базу и приходится на улице буквально раздеваться, одевать защитные костюмы. Поэтому каждый раз по-разному. По 20, по 15 вызовов в сутки, может быть, на одну бригаду. До 250 вызовов в день поступают на скорую, 60 из которых – это звонки от тех, кто, возможно, заражен новой коронавирусной инфекцией. В таком авральном режиме медики работают с апреля. Сейчас условия еще более ужесточились. Сильные морозы настигли наш регион. До этого, когда и Россия, и нам приходилось, и лихорадка Эбола, и учения, это все было в летний период, то есть с особо опасным инфекцией, в этих одноразовых или даже многоразовых костюмах, мы в зимнее время не работали. И поэтому сейчас, вот как никогда, стала актуальна эта тема от переохлаждения сотрудников с соблюдением мер и инфекционной безопасности, и защиты медперсонала. По два комплекта на каждого, кто работает с пациентами. Из такого расчета снабдили скорую медицинскую помощь. А к Новому году глава округа обещал бригадам медиков подарить продуктовые наборы для праздничного стола. Ольга Муравьева, Игорь Антонов, Телемикс.